Добрый вечер! Добрый вечер! За минулый год гондовый оборот Гомельской области с российскими регионами склал 3 миллиарда 700 миллионов долларов. Сирот основных кайчинных поставщиков – Гомель, Шпалеры, Мазар, Соль, Реческий Метизный, БМЗ, Спартак. Три годы за пор стабильно повеличиваются поставки у Россию мясомолочной продукции. У тем же Бранску, например, на быте отповедные белорусские вырубы совсем не складано, причем ассортимент вельми широкий. На полетском и творчем участке акционерного товариства «Мелковито» некоторых годов тому провели масштабную модернизацию. Увы, никакой тут заявилось обставление по перепросовке сыроводки. Отременная продукция у России корыстается особливо высоким опытом. Сыворотка с высокой степенью деминализации СД-90 используется как замена женского молока при производстве детского питания, спортивного питания. Початок этого года на Гомельщине означены визитами деловых колов в Бранске-Воронеж, выниками которых стали новые взаимовыгодные проекты у сельской господарства и машинобудования. У соковику простонки Оренбургской области обмерковали у Гомеля перспективы будовництва совместного народного комбайна. До речи, делегация Бранской области, прямая удел в урочистостях, яке проходить у Гомеля, это не только гоноровые гости, а и давние партнеры. Миновата в этом российском городе в 2005-м было створено одно из первых совместных предприемствов – Бранск-Сельмаш. Потом отповедный опыт оказался запотребованным и у инших регионах. Мы рассматривали вопросы создания совместных производств в дорожно-строительных отраслях. Мы обсуждали тему выработки минеральных удобрений совместно. Молочно-товарная производство существенным образом подкорректировано в рамках наших взаимных направлений. У планах гомельчан на этот год подписание погоднения с Владимирской области, а так самые визиты у Москву, Калининград, Бранске, Курске и Кировске регионы. А про чатаго российских партнеров чекают на Гомельском экономичном форуме, а российские мастерские коллективы станут уделниками хореографичного фестиваля «Сорский карагод». Олег Сентюров, Валерий Капанько, Сергей Рукашук, телерадокомпания «Гомель». С на годы дня и однания народа у Беларуси и России Гомельское областное отделение Беларусского фонда «Миру» напереды дни ладила святочные мероприемства у поселку «Червоная гора» Бранской в области. А кроме миротворца, у составе делегации из Гомельщины были ветераны, представники органов Улады и творческие коллективы Чачерского района. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само приняла удел в аурочистостях. Поселок городского тыпа «Червоная гора» Бранской в области размещана усяго в 90 километрах от Гомеля. С уместной аурочистости тут начинаются задания Данины Павахи, загинавшим на фронтах Великой Айчинной войны. В Червоногорском районе из Яени вернулись около 8 тысяч человек. Их имен зауседы застанутся у истории. Наши прудки замагались и за агульную родимую, агульную перемогу, плячо-плячо. Беларусы и россияне доброведуют цяну миру. Минавида тому, так активно им кнутся его заховывать сёння. Бывший Советский Союз – это люди, которые и беларусы, и россияне, и украинцы, и все национальности были едины. Поэтому они в 45-м году победили. И сегодня это единение, это дружба необходима. Необходимо нам, необходимо нашим детям. Потому что мы хотим жить в мире благополучии и чтобы в наших детей было будущее. Протягнулось и мероприемство у Червоногорской середней агульно-эдукационной школы номер один. Ветераны Гомельшины поделились с российскими школьниками своими фронтовыми успоминами. Миротворцы провели с детьми готорку про важные захования миру, про сподтремание дружелюбных соведей со своими беларускими одногодками. Новошенцы установы свою чергу ознайомили делегацию нашего региона с историей своей школы и Червоногорского района. Так само, они продемонстровали беларуским гостям деятельность Центра творчести, який размещается на базе установы адукации. Провели экскурсию по края знавшим музеям. Далее, Чайон при школе працует полстагодия. Музей наличия велозарную колькость уникальных экспонатов часов Великой Айчинной войны. Амуниция, зброя, исторические документы у знагороды. И все то, что свечит про героичные подвиги доблестных земляков. Это не просто музей, а это классы обучения нашего подрастающего поколения. Когда они здесь побудут, все это видят своими глазами, конечно, они будут следовать то, что им здесь показали, то, что им рассказали. Этот музей возьмем себе на сотрудничество с нашей 27-й школой. И пусть наши дети Гомельские, Красногорские дружат. Дети – это лучшие послы мира. Если они сегодня поймут, что надо быть вместе, жить вместе, конечно, мир будет развиваться в другом направлении. Бодай, самой яскравой часткой совместного мероприемства стал урочистый концерт. Свою творчость запрошенным червоногорцам дарили белорусские артисты, чаширские коллективы мостатской самодейности. На сцене ладились вокальные, инструментальные и хорографические номеры. На щире аплодисменты россияне не скупилися. А в якости подарунка со своего боку урушили делегации из Гомельшины рукотворное древо жаданию с головным посылом миру и добрыни. Белорусские и русские народы яднают вековые вузы сябровства и взаимодопомоги. Мы разом взмагались с немецко-фашистскими захопниками, разом будовали фабрики и заводы, городы и вёски. Мы и сё не имкнемся во всем, да помогать один одному. Боумиры изгодзе простей передольвать пирожкоды, будовать счастливую и суместную будущую и заховывать непорушные братарские почутки, которые были и будут в сердцах каждого русского и белоруса. Вероника Ворошилина, Ялгин Макинка, телерадио-компания «Гомель», поселок Червоная гора, Бранская область, Российская Федерация. И упроцяк темы международного супрационництва. Документы об усталевании сябровских совязей с китайскими городами Сюй-Джоу и Ленинган подписали керовники Мазырского и Жлобинского райвы-Канкамов. Нагадаем, визит официйной делегации Гомельской области у Китайскую Народную Республику протягнется до конца этого тыдня. У приватности с метой по ширине регионального супрационництва Гомельской области и провинции Тянь-Су в городе Ленинган подписаны два погоднения об намерах. Первый – продугледжа усталевании сябровских совязей по Международным урадам Ленинган и Жлобинским райвы-Канкамам. Гэта открыя новые перспективы в таких сферах, як в творчасть обсталевании и харчовой продукции, металлургия, лесоперопрацовка, сельская господарка, международный гандаль и туризм. Другое погоднение по межаткрытым акционерным товарыством «Белнафтахим Шанхай Трейдинг» и компании из города Ленинган дозволить поставлять на китайский рынок продукцию предприемства «Светлогорск Химволакно». Чакается, что первая партия вуглеводородных ниток будет накирована до конца бягучего года. А крыма того, дякучи подписанию договора с Тяньсунским педагогичным университетом и Сюйджоузским технологичным институтом, поширылась Международная супрацовництва Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны с ведущими ВНУ Китая. Гэта дозволит значный развить науковые пошуки, а так само повеличить экспорт эдукацийных послуг. Мазырский район у черговый раз стал пляцовкой для проведения бойного сельско-господарчего форума. Профессийные кадры – мощная экономика агропромислового комплексу. Тема мероприемства, в рамках якого в район приехали потенциальные керавники предприемства АПК з усёй в області. Сустреца с резервом кадров приехали представники Галинового министерства и керавництва региона. Подробностей у корреспондентов телеканала Мазыр. Кадры выращаются сёдзи. Есть лидер, там есть поспех. Як бы банально не гучали гэтая фразы, у них залог поспеху у любой галине. И аграрно-промисловый комплекс не выключенне. У дельники семинаров, учобы гэта люди, на керавницкие и деловые якости, яких робится ставка в будущем, и от яких залежит эффективная работа, сельхозпродприемства у сёння. Чистки городов никакой нету, только профессионализм. Мы ценим профессионализм руководитель на местах, и я считаю, что за год руководитель уже может какие-то подвижки в своём предприятии уверенным ему сделать. Задачи перед керавниками сельхозпродприемства на будущую пятигодку стоять сурьёзные, не глядячи на досягнутые поспехи, а пока республики у сёщи не уваходить у топ-50 развитых у гэтым на керунку краин. И, допустим, та же Россия, какая ещё 10 годов тому выучилась у беларусов, сельхозпродавшей вытворчасти по многим пунктам уже обгоняя нас. В нашей краине сёння дейничают некольки держпрограмм. Акцент ставится на развитие молочной живёлоходовли. Вытворчасть молока, экспортный резерв в Беларуси стратить якинельхам. Мы за прошлую пятилетку, начиная с 2010 года по 2015 год, мы добавили к самому производству чуть менее 1 миллиона тонн молока по стране. На сегодняшний день до 2020 года у нас стоит задача в программе развития агробизнеса на 2016-2020 годы практически увеличить чуть более 2 миллионов. То есть мы должны даже в два раза эффективнее сработать. Это не просто так. Это надо 6-7% каждому хозяйству, каждому району в год добавлять. Добавлять можно только при соблюдении жесточайшей технологической дисциплины. У нас другого выхода нет. Если мы хотим продать нашу продукцию на экспорт, должна быть снижена себестоимость этой продукции, соответственно, она будет конкурентоспособна. Других здесь вариантов просто нет. А кроме обмеркования вытворчих питаний, удельники семинара наведали занятки по теме якости поспехового керовника у Мазырским педагогичным университете, а эффективное керование сельгосподарчим предприемству удельникам семинара продемонстровали на реальном прикладе работы двух предприемствах СВК Слободского, имя Ленина и экспериментальная база Крыничная. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал Мазыр, специально для телерадиокомпании «Гомель». Тым часам раскрыть вдольности зусім юных будучих специалистов у промысловости постарались сёня у «Гомелі». Тут пройшла областная навыковая конференция под назвой «Молодые таленты». Гэта интеллектуальне споборніствы помеж навучэнцами середніх специальных устану адукации. Сёльэтау дел прыняли 16 коледжа у «Гомельской области». Работа была организована по 10 секциях от сельской господарки до информационных технологий. До речи, минавіта «Апошнія» зараз карыстаяцца саблівай популярнастю. Тут праставлены не толькі теоретычныя доклады, але й практичныя распрацовкі. Робота-техніка, електронныя флікеры, система контролю наведваня заняткав. Гэта вынікі працы навучэнца у «Гомельска дзержавнага машинобудавничага коледжа». А самую карысну для установы адукации ідею ажыцявю Сергей Ковальков. Йон стварыв у интернеті так званая «воблака» для заховування огульнодоступной информации. Благодаря сайту появилась возможность коллективно работать над одним программным проектом в удаленном доступе. То есть, каждая, ходясь дома, у себя за компьютером, допустим, или даже с телефона или планшета, они могут совместно разрабатывать один программный проект. Или же изучать какой-то дополнительный материал, который находится на самом сайте. Більш за 100 навуковых работ проставили удельники конференции. Лепшим у каждой из 10 секций уручили дипломы. А специальные призы чекают молодых людей по месту учебы. Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» почав гастрольный тур по Гомельской области. Першими артистов витали же хары Хойник. Сегодня коллектив сустракают у Светлогорску. За выступлениями назирают наши корреспонденты. 60 километров до Музыра, 100 до Гомеля и 330 до Минска. Полеской глубинкой Хойники назвать Нельга, а до буйных городов яшы не обходно доехать. Правда, что тыжаться выступлений у ведомых белорусских выканавцев, то гэтеро и центры они приезжают. И довольно часто. Тем больше, что глядачы тут удячные. Организаторы яшы не поспели расклеить афиши об гастролях ансамбля «Бяседа», а у кассах уже не засталось ни одного билета. Галина Гуща на концерт приехала звездки Барысовшина. Кажа, вельми уже хотелось послухать любимых артыстов. Ну, решили пойти на концерт, потому что это наш любимый ансамбль белорусский и решили поглядеть. Кожное выступление «Бяседы» ведомище яркое и неполторное. Высокий выканавший узровень и индивидуальность кожного артыста никого не покидают обуяковым. «Бяседа» у дельник международных фестивалей у Швеции, Португалии, Кореи, Аустры, Румынии. Али и от выступлений у невеликих белорусских залах коллектив николи не отмавляется. Ансамбль «Бяседы» выступает всегда одинаково. Будь это 2050, 500, 300, я не знаю, человек. И самое главное, что мы очень счастливы приезжать в города, в маленькие города, в глубинки, в деревни, где, может быть, даже еще и не было концертов никаких, потому что мы работаем с полной отдачей, с полными эмоциями. У составе заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа» два простойники Гомельской в области. Солисты Святлана Сусевшик и Валентин Кириленко. А позже, например, народился у вёсцы Гаули, Будокошелёвского района. Кажется, что на выступлениях часто сустракая земляко успевать перед якими. Додатковая отказность. Отказность великая перед своими земляками, чего ты досягнул на неком этапе своей творческой деятельности и показываешь себе, на что ты сдольный. Дарыча на концерт у Хойники Валентин Кириленко приехал с сыном Романом. На сцену с коллективом хлопчик поколь выходить не можа, але вельми до этого рыхтуется. Люблю я спевать, играть на цимбалах, люблю я шатанчить вельми удала. Про нашу родиму зелёный наш гай с батьками своими славляем наш край. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомельс» Хойник. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценка. Усяго доброго и до новых зустречу эфиры.